Радио Минск. Объяснительно. В дневном эфире Сергей Антонович Бондаренко за нее ответственен, а уже вечером с 19 до 20 Андрей Колодинский в вечерней коробке передач. Так что я думаю, что в дневной точно прозвучит, но если вдруг чего, если вдруг вам надо продублировать, то еще можете и в вечернюю обратиться. Да. Просто подождите. Ну а теперь номер 9240 нужно использовать для ответов на вопрос. Вопрос у нас будет такой. Благодаря нашим друзьям из МЧС города Минска, если не знаете, однажды в Чикаго, вот, да, предпочтительные у нас есть, Александр показывает какие. Вот, а если не знаете, как рубрика объяснительно происходит, я расскажу. Мы попросили наших друзей из МЧС, очень интереснейшие люди, видавшие столько ситуаций, знающие выход из стольких ситуаций, что вы прям даже не знаете. Ну, я даже не могу сказать. Так вот, мы попросили их дать определение некоторым словам, так или иначе связанным с их профессией. И они описывают, ну, в паре предложений, кто-то жизненные истории вспоминает, связанные с этим словом. И мы сейчас включим запись их объяснений, а вы должны будете догадаться, что за слово они объясняют, которое так или иначе связано с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с их работой. Музыкальное ревью «Однажды в Чикаго» состоится 21 февраля, и у нас есть два места, нет, пригласительное один, а два места в Бенуаре, которые достанутся слушателю Радио Минск, один, а может быть, в приятной компании, как пожелает, сходят в Белорусский государственный академический музыкальный театр и посмотрят вот это музыкальное ревью «Однажды в Чикаго». Ну, в общем, ждем ваше сообщение, и пригласительное отставляю здесь. А, кстати, еще и сувенир небольшой от Радио Минского сожидает. 9-2-4-0, что это за слово? Французское слово. Главный предмет мотоциклиста, и не только его. Когда я еще работал водителем пожарной машины, мы выехали с командиром отделения на тушение небольшой веранды. Собственно говоря, произошел взрыв баллона, и попало две шиферины. Это защита на всю жизнь. Она есть у каждого строителя. Защитит от сотрясений. Ими еще стучали по мостовой. В 98-м году шахтеры требуют денег в Москве. Пожарного часто в огне выручала такая фуражка. Она из металла. Вот так вот. Хорошо. Это особенно мне понравилось, что не только настройки шифер может прилететь в голову, но и сотрудники МЧС тоже. Да, не очень. Там столько историй, как послушаешь, так аж ого становится. Вот. И главное французское слово. Французское слово. Потому что два обозначения есть у этого предмета, но вот тут вначале правильно объяснили, что это французское слово. 9-2-4-0. Ждем ваши ответы. Скоро узнаем, кто первым прислал правильный. Объяснительное расставляет, как говорится, точки над «и». И мы загадывали слово, которое описывали наши друзья из МЧС, из Минского отделения. Очень интересно. Описали, рассказали. То стихами, то историями из жизни. Слово это дословно было. Каска. И сейчас мы еще раз послушаем то самое описание. Ничего присылать не надо. Ну, а после того, как его послушаем, узнаем, кто первым прислал правильный ответ, а именно каска на номер 9-2-4-0. Итак, вот как описывали нам каску наши друзья из МЧС. Французское слово. Главный предмет мотоциклиста. И не только его. Когда я еще работал водителем пожарной машины, мы выехали с командиром отделения на тушение небольшой веранды. Собственно говоря, произошел взрыв баллона, и попало две шиферины. Это защита на всю жизнь. Она есть у каждого строителя. Защитит от сотрясений. Им еще стучали по мостовой. В 98-м году шахтеры требуют денег в Москве. Пожарного часто в огне выручала такая фуражка. Она из металла. Вот какие всякие разнообразные загадки были загаданы. И слово «каска» было прислано. Первым справился с заданием, ну, хорошо, кто вслушался в тех заданиях, что про французское слово сказали. 916 заканчивается номер слушателя, который первым дал правильный ответ «каска». Поздравляем вас, пригласительный Белорусский государственный академический музыкальный театр на музыкальное ревью «Однажды в Чикаго». Красиво. Там что-то гангстерское было. Нет, там же много разных сюжетов в одном, наверное, просто «Однажды в Чикаго» — это то, что их объединяет. Ну, как понимаете, ревьюш до этого. Но гангстерский будет? Ну, наверное, будет, конечно. Ну, такой и легкий, чтобы без жертв. Мы бандиты, мы стрелянта, убиванты.